Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра и посмотрите, что мне сегодня восстановили, потому что этот танк тоже перевели в пи-бар качество, я решил себе восстановить дешерин ракеты, но вдруг где-то когда-то пригодится для какого-нибудь видоса, но пацаны, сегодня речь будет не совсем про этот танк, а точнее вообще не про него. Но я сегодня хочу посмотреть, что случилось с Сушкой 130 и в сравнении со Скорпионом посмотреть, как она может выживать, как она вообще может находиться сейчас на данный момент, а в рендоме может настреливать, может ли выживать. Ну короче говоря, сравним два этих танка, хоть на канале и были уже обзоры этих двух машин, но тем не менее там Сушка была в обычном пиксельном варианте, а сейчас вот она такая красивая, симпатичная и, как уверяют нас разработчики, что мы естественно проверим, Вроде как вот этот вот шрам должен в темноте светиться, но это в случае, если ты на эту тачку поставил легендарный камуфляж, который тоже стал более таким правдоподобным что ли. Ребят, я не буду вам сейчас долго и нудно рассказывать по техническим характеристикам двух этих машин, нас самое главное интересует что? Ну как ПТ мы с вами будем смотреть на маскировку и конечно же на то, как они могут наносить дамаг, то есть на орудие. И поэтому я не думаю, что есть смысл рассматривать броню и так далее и тому подобное. Давайте перейдем к Скорпу и посмотрим, что у него вообще по ДПМ. У этого танка 2849 ДПМ и я считаю, что это мега крутой показатель. Вообще Скорп это штука для нанесения дамага, вот лично по мне. Сушка 130, наверное, играется более осторожно. ДПМ здесь 2665, перезарядка 10,3, у Скорпа перезарядка будет составлять порядка 9,6 секунд. Дальше, что у нас по пробитию? Вот это на самом деле немаловажный фактор, потому что обе эти тачки попадают против танков 9 уровня. И вот здесь вот как раз таки за счет того, что Сушка имеет лучшую маскировку, и мы к этому чуть-чуть попозже перейдем, наверное она будет более эффективная, ну по крайней мере более сейвовая, так точно. Итак, пробитие 246 на 311. Напоминаю, что у Скорпа голда под калибр, и здесь кумулятивный. И естественно мне кумули нравится больше, вы все это, наверное, уже выучили. Здесь кумули 318 на 245. То есть основной тип боеприпаса у Скорпа пробивает лучше 246, но на самом деле это настолько вот просто не роляет, что я думаю, что даже сравнивать эти два показателя не имеет смысла. Короче говоря, на ББшках пробивает одинаково, на кумулях лучше пробивает СУ-130ПМ. Итак, ну что пацаны, переходим к сведению, к разбросу, посмотрим, что у нас тут. Так, у Скорпиона время сведения 3 секунды и разброс на 100 метров 0,290. Есть ощущение, что Сушка примерно что-то около того. О, 2,9 секунды сведения, то есть она сводится круче, но более косая. На 100 метров 0,308, там 0,290. У Вэйн здесь 7, а что по УВэйнам, кстати говоря, у Скорпа, по-моему, что-то там около того же. Может быть их там даже меньше. 6, ребят, здесь 6, там 7. Я вам больше скажу, что на Сушке эти 7 градусов будут в разы чувствоваться. То есть не как будто бы разница в 1 градус, а, наверное, порядком 2-3. За счет того, что Сушка имеет что? Конечно же, более низкий силуэт. Альфа у этих двух танков абсолютно идентичный. Составляет 460 на ББшках, на ГАЛДе 390 и на фугасах 600. Дальше, тяга-вооруженность. Вот этот параметр, ребят, знаете, чем он хорош? Ну, если вы понимаете, как эти две тачки ведут себя в рендоме, это одно дело. Если у вас понятия нету вообще, что они могут, то рекомендую обратить внимание на параметр тяга-вооруженности. То есть это буквально значит, как быстро вы сможете свалить с фланга, если пахнет жареным. Итак, и что у Сушки? Если там 17, то тяга-вооруженность у Сушки составляет 22,9 лошадей на тонну. И, естественно, она будет более быстрой и в этом плане более эффективной. Итак, скорость разворота корпуса 49,78 градусов в секунду. По ощущениям у Скорпа корпус разворачивается чуточку медленнее. Если я не ошибаюсь, там порядка 42 градусов в секунду. Ребят, есть еще очень важный параметр. Ребят, у Сушки башня разворачивается не на все 360 градусов, в отличие у Скорпа. Но если мы с вами подытожим, пацаны, то мы имеем, что здесь более точное орудие, но с более долгим сведением, в отличие от Сушки. Там она чуточку, но быстрее сводится, но имеет финальный разброс, ну, как бы похуже. То есть, по сути, наверное, Скорп больше на дистанциях. Вот. Итак, что у нас по маскировке? У Скорпа 59 без движения, при выстреле 9. То есть, короче говоря, это буквально значит, что как только вы шмальнули, вас видят все. Здесь 73 и при выстреле 16. Ну, то есть, вы понимаете разницу практически в полтора раза. Это здорово, ребят. Эта тачка выполняет функции ПТ-САУ на все 150%. Ну что, я предлагаю, наверное, начать со Скорпа, а уже потом перейти к Су. Я даже не знаю, что является более фугасоприемным танком. Ну, если вот так-то уж посмотреть в Сушку, наверное, попасть сложнее просто за счет ее габаритов. Плюс у нее есть реально ВЛД. Казалось бы, да? У чего? У картона ВЛД. Да, пацаны, она иногда танкует. Я не представляю, как. Но иногда верхний бронелист у Су-130ПМ танкует. Она какие-то шальные просто непробития получает в катке. Я не знаю, как это работает, пацаны. Даже не спрашивайте. Так, хорошо. Превосходство. Давайте мы с вами не будем включать фарм кредитов, чтобы посмотреть, что у нас фармит покруче. Но на самом деле, вот честно могу сказать, пацаны, покупать Скорпа, покупать Сушку для фарма, это... Ну, это такое себе. Потому что это тачки для... Ну, по сути, для нагиба. Ну, вот я серьезно вам говорю. Так, ну смотри. У нас СТ не едут туда. А зачем мне ехать? Я тоже туда не поеду. У нас средние танки. Мы в топе, слава богу, за это. Спасибо. Мы постоим чуть-чуть, посмотрим. Если что, наверное, на ТТ-фланг уедем. Ну, вы понимаете, да, пацаны? Посмотри. Вот человек купил танк. Он купил этот танк недавно. Ладно, я уж тем более никуда не поеду. Что это, пацаны? Напишите в комментариях, что это? Как мне видос записывать? Посмотри. Бедолага 13.75. Но если бы я с ним поехал, ну, это для меня не закончилось бы хорошо. Нет, не видно его. Ну, точку-то и берет, но его не видно. Так, я не понимаю, где ТТ... Ну, ТТ вот там уже. Видишь точку Абель? Там ТТ уже все там. Так, хорошо, что я не свечусь. Ай-яй-яй, КД не хватило чутка. Так, ладно. Вы понимаете, да, что это такое? Что это такое, ребят? Нет, я, конечно, максимально далеко буду держаться от всей этой истории. Но я боюсь, что долго у меня не получится этого делать. Ну, 13.75 уже забрали, например. То есть сейчас мы ожидаем, что они приедут сюда. Но очень хочется верить, что Т-34-2, который стоит в кустах, сейчас получит первым. Так, у нас 0-2. Но сказать, что это прекрасно, я не хотел бы. Блин. Блин, это... Да, пацаны, слушайте, ну, что есть, то есть, сорян. Давайте, может быть... А я не... Может быть, это нубка? Я не знаю, пацаны, может быть, это реально нубка? У нас точки превосходства. Просто посмотрите, как незамедлительно капают. Это что за прикол? Ну, как бы... А, ну, уже с поля, я понял. Ну, вот видно, да, тех вооруженностей, как ущи? А мне с поля кидает. По мне кидает с поля, ребят. А как... А как эту катку надо было выиграть? Объясните мне, пожалуйста. Как эту катку надо было выигрывать? Боже мой. А вы знаете, что это означает, ребят? Здравствуйте в обновлении 9.9. Или же сказать, обновление которого не существует. И давайте посмотрим на командные результаты. Мне даже интересно. 3.700 дают нам в плюс 57 тысяч кредитов. И команда богов. А если кто-то, возможно, ну, каким-то чудом не посмотрел этот эпичный бой, могу сказать, что у нас раз, два, три... По меньшей мере, три танка находились в кустах. В том числе и в СЗ-112-2. Но, блин, видос, на который я выпустил еще вчера. Ладно, давайте. На самом деле я хотел бы посмотреть, что эта штука может против 9 уровня. Но, видимо, не получится. Блин, надо было посмотреть количество боев, пацаны, на... В команде противников. На тех танках, которые они в кустах стояли. Надо посмотреть. Я не знаю. Мне кажется, ребят, это... Мне кажется, это 500, там, 700 боев. Но очень странное поведение. Я вам отвечу. Очень странное поведение. Так, я... Знаете что? Если я поеду на СТ, вот прям вот так вот, в тупую, я думаю, что мне там лицо сломают. Потому что там их три. Плюс как... Плюс три ПТ. Мне вообще нельзя никуда ехать. Слушайте, ну тех вооруженностей не хватает. Я вот поиграл в рейтинге на СУ-130ПМ. И это прям бросается в глаза. То есть то, что она не... Что он не едет, это прям чувствуется. В сравнении с Сушкой. Это прям чувствуется сильно. Знаете, что может быть плохого? А, ладно. У нас там соточка едет с правой стороны. Пусть, бог с ним, пусть едет. А, ну хорошо. Все, все тут, я понял. Нам это, собственно говоря, не надо было понять, кто и где. Но, опять-таки, вот ехать прям в тупую в центр я бы, наверное, не стал. Ну, потому что мы что? Мы картоном. В вас, запомните, будет лететь основное количество тычек и фугасов. Даже если с вами рядом стоит борщ. Потому что у борща есть противоотсколочный подбой. А тратить эти дорогоценные единицы дамага никто не хочет. Думал, на реакции, на эрекции она не получилась. Ой, хорошо. Успей перезарядиться? Должен, не успею. Успею. Нет? Не-не-не. Супер. Да что ж вы такие все профессионалы, блин. Команда Севен Стасов, честное слово. Посмотри, как он там, блин, меня контрит. Это же ужас. Так. Нам, 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 знаете, что нужно не забыть? Нам нужно не забыть про ПТ, который где-то справа там. Помните, который сваливал? Но это ни о чем бой, ребят. Это бой ни о чем. Две тычки и все. Башня вращается, конечно, просто забей. Просто забей. Она не вращается. Кстати говоря, Центурион вот этот продается сейчас в магазин. Ой-ой-ой-ой-ой. До того же, какая альфа приятная с перками. 575. Блин, ну, пацаны, сорян. Ну, вот как-то так. 3 700 и 1700. Ну, чуваки. Но зато мне было приятно играть и в первую, и в втором бою. Скорость, да, скорость чуть-чуть не позволяет все-таки на этом. Вон, танки как-то менять направление. А, 1900 практически. Ну, хорошо. Это, конечно, ниже среднего. Вы спокойно, наверное, сможете держать на нем, типа, там, 22500 среднего урона. Ну, и команда просто, которая играла, ну, хотя бы просто не дохла. Ну, вы видите, да, что никто там особо каких-то там супер-мега результатов не показал. Все просто играли. И все... Никто не дохл. Вот что самое главное. Ну, что, пацаны, переходим к сушке. И честно могу сказать, что Су-130ПМ, наверное, ну, все-таки мой любимчик среди вот этих вот двух. И, в принципе, мне этот танк очень сильно нравится. Если мы с вами говорим про премию 8 уровня, про Су-130ПМ, я никогда не забываю. Даже если мы с вами будем говорить про ВАЗик, ну, про Копейку, я дам предпочтение Сушке. Вот, кстати говоря, карты, на которой... Ну, да, блин, ну, да, светится прикольно. Еще бы, если бы он немножко пульсировал, был бы вообще топчик. Так, хорошо. Ну, погнали, пацаны, погнали направо. Тут СТЛТ-сетапчик, погнали. Нет, пацаны, появляется Сушка в продаже, сразу покупайте. Вот насчет Скорпа я бы еще подумал, а Сушку надо брать. Очень хорошая штука. Так, я сейчас, пацаны, чуть-чуть постою тут в кустах. Посмотрю, что к чему. Ну, вот, и потом к вам присоединись, если что. Отсюда бы не получить бы оплеуху, вот из-за этого лового. Ой, ну как же хорошо. Альфа, по-моему, у них одинаково. 460 среднего, что у Скорпа, что у Сушки. Так, я не успеваю, потому что дай тычку. Ну, по идее, должно было светиться. По идее, по идее. Ладно, все, я не могу стоять на месте, пацаны. Мне нужно помогать, мне нужно ехать, мне нужно фармить. Ну, врываться, мы поймаем. Ну, до чего же приятно просто, просто стрелять на этой штуке. Стой, на каток поставь, пожалуйста, его. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ну ладно. Вот так бы, мне кажется, Скорпион бы вот отсюда не смог бы он стрелять. Ну, иногда то, что в тебя хотят зарядить фугасы, играет на самом деле даже хорошую шутку с противниками. Вот на сотку он сейчас скинул, мог бы ББшкой на 400 дать. Так, мне надо, чтобы он отстылялся. Блин, а непонятно, знаешь, что непонятно? Непонятно, он на барабане, либо нет. Ладно, фиг с ним. Нет, не на барабане. Ну, судя по тычке, на 463, наверное, не на барабане. Турбач, пацаны. 1800. Ну, я надеюсь, что второй будет бой, может быть, поинтереснее. Здесь позже. Да что же мне везет с командами? Вспомните мои стримы, вспомните команды на стримах после 21 и поймете все. Вообще хорошо. Конечно, мы ничего с вами практически не сделали, но урон перераспределился между всеми тиммейтами. В итоге мы имеем 1800 фарм, фарм. Фарм, кстати говоря, забыл я. Здесь 45 косарей. Если мы с вами будем смотреть прошлый бой на Скорпионе, здесь мы имеем 47. Ну, слушай, ну плюс-минус одинаково. Ну, 47-45. Урон практически идентичный. Там 1900, здесь 1800. Ну, процент фарма, мне кажется, у них одинаковый. Во. А, нет, не во. Я, блин, против девятых не попался ни на одном, ни на втором танке. Мне кажется, несправедливо, ребят, два премиум танка, которые без подбоя. Мне кажется, это несправедливость какая-то. Нет, вы, конечно... Ну, либо же динамическую защиту, да? Ну, как вы считаете? На борще, блин, есть, а на этих нету. Не знаю, это мое видение, пацаны, ситуации. Ну, когда ты играешь против танков девятого уровня, когда по тебе кидают вафля на косарь. Ну, мое уважение с количеством хп в 60, ну, как бы такое себе доигрывать на дизморале. МНТ-49 я плюс ко всему еще боюсь. Вопрос. Нет, ты, конечно... Нет, ты хорошо, хорошую позицию занял. Че мне делать? Так, там Акцион и там Лев. И, по-моему, еще что-то я там видел. Могу ошибаться. А то, что тут перш стоит, это, конечно, нонсенс. А мне бы свет, пацаны. Но с такой АСТ, видимо, света не будет. А я просрал момент. Еще один. Ну, ладно, сейчас, может быть, они туда уедут? Спи по ним дать. Хорошо, хорошо. 496. Какая альфа шикарная. Ок. Хорошо. Я не понял, кто по мне дал, пацаны. Я просто не понял момента, кто по мне дал вот эти две тычки. Кто там, кто там стоит вне света? А, ну, Прога, наверное, да? Скорее всего. Блин, надо Ягдтигр попробовать забирать. Ой, наконец-то он поехал. Блин, какие кумыли хорошие у этого танка. Какие же кумыли хорошие. Блин, я еще не свечусь. Прелестно. Так, надо пробовать чекать, пацаны. Все, пробую, я увидел. Блин, у нас минус два танка. Да ну, камон. Да ну, какой рикошет. Это, ёппарас, яду, как же не в тему. Забрать его не получилось. Сейчас заберу. Ай. Ну, ах ты мой, я прелестная тачечка. Как же я тебя обожаю, сушка. Но обзор ни в коем случае не предвзят. Пацаны, у меня Скорб появился гораздо раньше, чем сушки. И я на нем катал тоже до потери пульса. Ну, как же она круто выглядит в этом качестве в новом. Как же круто она выглядит, наконец-таки. Это теперь не пиксельный кусок. Ну, вы сами понимаете чего, а полноценный нормальный танк. Ну, короче, в итоге мы с вами на Скорбе чуть больше дали урона, как это и предполагалось изначально. Да, то есть он все-таки больше длинного банка. А здесь какой-то сывово-аккуратный геймплей, который просто дарит хорошие эмоции. Прекрасно. Тоже интересно посмотреть фарм. При победе вот такой урон можно настреливать очень часто. То есть вот это, ну, по сути, вот это ваша средуха на этом танке. Ну, мне, правда, на чуточку меньше, потому что я его выкатывал, когда был, ну, по всей видимости, не очень понимающим, что нужно именно на нем делать. Но, тем не менее, вот у нас есть с вами на этом танке плюс, там, 50 тысяч. Ну, то есть нормальный фарм для нормального танка, который еще плюс ко всему может и настреливать. Ну, вот, как правило, фармы танки, ну, что перш, что лев, они не совсем для дамага. Вы понимаете, они больше для, вот, тупо для фарма. То есть нужно понимать, что каждый танк преследует некую идею. Так вот здесь больше для нанесения дамага, что один, что второй. Что покупать, если будет в продаже один и второй. Но мое мнение о СУ-130ПМ, потому что это, это больше похоже на ПТ. Просто потому, что у него там есть маскировка. И она есть действительно неплохая. Народ, у меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставить лайк. Ну, и, конечно же, подписаться на канал. Всем пока.